Значит, Меркурий нам дал разум и рассудок знать, да, мы говорили о злом гении Наполеоне, и без сердца, без Венеры мы ничего не можем. Уран – высшая октава Венеры, Нептун – Меркурия. Так, и вот тут такая вот есть, я уже картинки не успела приготовить, это уже дать. А, вот, позвоночник. В позвоночнике есть три полых канала, нам венерианцы сделали. Каждым каналом руководит своя иерархия. Итак, картинку я сделала, а смотреть смысл должна здесь. Вот, смотрите. Сегодня буду читать. Значит, человек в становлении был во время гиперборийской эпохи растение подобным и бисексуальным. И потому обладал способностью к размножению без участия партнера. В то время он был лишён мозга и мышлений. Поэтому в лемурийскую эпоху ангелы направили половину его сексуальной силы вверх, в ту часть тела, которая теперь является головой. Связь у нас должна была быть через позвоночник. У животных так, у нас так. Этот процесс можно проследить теперь во внутреутробном развитии зародышей этой потомки. Итак, можно сказать, что сексуальная функция, посредством которой в физическом мире рождаются новые дела, которые, естественно, становятся нашими детьми, тесно связаны с мозгом и горлом. Вот смотрите, животные, они даже там орут. Вот я очень люблю павлина. Видите, у меня тут везде павлины, потому что две жизни конкордеонтаровой. Там символ павлин. Но я даже себе хотела его купить, белого. Но я потом читала, гуглила, говорят, что у них, когда вот этот момент спаривания, они кричат, очень похоже, как двигается кран, либо как горёт осёл. Ну, я не поэтому потом не купила. Я переехала на лето и думаю, а как я буду в машине ездить? Да, я летом ездила там в Апулью, в Лигурию. Кису я там в транспортину, в этой перевозку положила, и мы с ней поехали. О павлинках с Востоком. Поэтому я это. Но у меня эта мечта есть. И здесь, в Сочи, когда мне будет свой дом, я обязательно куплю пару павлинок. И в книге своей это описано. Итак, горло для того, чтобы призвать самца. Слов-то ещё не было особо. Они же мыслеформами. А, мыслеформы тоже не было. Ну, короче, крики были, было грубое в горло, да. Ума и дать им звуковое выражение с помощью горла, да. Человек побуждается использовать воспроизводящую функцию для зачатия физических детей лучом любви, исходящих от Венеры. Точно так же луч разума, исходящий от Меркурия, ответственен за появление детей, ума и их звуковое выражение с помощью горла. И поэтому и Меркурий, и Венера являются творческими агентами. Один на физическом плане, другой на ментальном. Это мы уже сейчас про нас, про человека говорим. Так, Нептун символизируется, мы сказали, Меркурий с разумом и рассудком. Нептун символизируется с до- и сверхчеловеческим разумом. То, к чему мы должны будем стремиться и развиваться. Живущие и движущие в духовных сферах мироздания. Ой, это то, что я делаю. Я стараюсь двигаться в духовных сферах. И вас туда двигают, приглашают. Но работающие с нами и над нами. Так и Меркурий означает человеческий разум, сформированный на земном физическом мире, в котором мы живем от рождения до смерти. Поэтому можно сказать, что Нептун является октавой Меркурия. Но есть и более глубокие значения этого утверждения. Заглянув в учебник анатомии или физиологии, можно увидеть, что позвоночник делится на продольные перекрытиями на три полых канала. Каждый из этих каналов управляется одной из иерархий, находящейся в тесном контакте с нами. Луной, астральное тело, марсианской и меркурианской. Доминирование того или другого канала определяется стадией эволюции индивидуума. Вот смотрите, в спинном, значит, у нас мозгоканале лучи Нептуна возжигают дух огня, находящийся в позвоночнике, благодаря которому человеческий дух способен проникать сквозь покров плоти и соприкасаться с тонкими мирами. То есть я думаю, что мы медитируем и видим. Вот я говорю внутреннее зрение, да, я внутри вижу, не мозгами. Мозги управляют моими там печенками, всем остальным. Вот читаю я через глаза, через мозги, да, через горло вам это транслирую. Вот тоже троица, видите, глаза, мозги, вот эта горло-ротовая зона. Видения человека окрашиваются в соответствии с тем, какой канал позвоночника возбужден больше всего. То есть если мы злимся, даже если открыт третий глаз, то мы видим, если нет устремления к мирам высшим, то человек видит, вот как видят медиумы, колдуны, да, эти люди, которые хотят родственников своих видеть, бабушек, дедушек, которые там по кладбищу ходят. А человек, который идет в высшие планы развития, он не может находиться на кладбище, потому что он это все чувствует. Он хочет их увидеть, хочет, не видит. Вот опять желание и выбор. Но энергетически он чувствует. Почему я говорю, что в лифт я более, даже теперь в наш. А знаете, как я узнала, что в нашем тоже надо ставить защиту? У нас есть большой и маленький. Я захожу в маленьком, там света нет. Я такая думаю, что-то света нет. Раз света нет, два света нет. Думаю, блин, это же мне говорят, что тут так же. Ну, у нас дома живут же люди, все смертные. Ну, я тоже смертная, но я имею в виду. Меркантильные еще пока. Вот. Ну, кстати, благородные, добрые, хорошие. Мы тут все это. Общаемся, дружим, ну, разговариваем. Очень доброжелательно. Вот. Так. Здесь даже мой папа воплощен на него пять лет. Вот, кстати, я папу узнала, как сердцем. Смотрю, мальчишка бежит. Я такая. И потом я поняла, что это мой папа. Так. Так. Соответственно, куда направлено наше внимание, наш интерес, мысли, слова, действия, туда мы и то мы и видим, то мы и развиваем. и за что сейчас идет борьба? Борьба идет за наш интерес. Почему арестовали Дурова? С одной стороны, они хотят, чтобы он там цензуру устроил, да, сливал им наши информации, а с другой стороны, нам силы света говорят, ребят, посмотрите, они манипуляторы, даже вашего Пашку арестовали. Есть очень много точек зрения. И вот смотрите, когда мы пришли, жизненная волна на землю. Ангелы, да, пришли, были у нас групповые души, ими руководили ангелы, и пришел их старший иерарх, который у меня здесь в книге называется Бог и Иеговы. Почему я улыбаюсь? Потому что когда я была в чате с беженцами и у нас объявили мобилизацию, они так злорадствовали, белорусские, украинские, в Швейцарии, а я им говорила, я говорю, милые девушки, милые дамы, у вас столько своих заморочек, зачем вам еще отравлять свое энергоинформационное поле и злорадствовать? Занимайтесь вашими вопросами, одна меня назвала сопли единорога, я думаю, классно, я как раз про единорога писала, у меня ангел единорог, который с детками аутистиками общается, и у нас Адам в 21 веке выбирает слепоту и аутизм, читайте рукопись, очень интересно, прикольно написано, а другая назвала меня эти братья иеговы, а я даже не знаю, кто это такие, ну, теперь знаю, но позднее части ангелов перешли на сторону Люцифера, закон свободы, выбора и воли, а почему? Потому что Люцифер говорит, идите ко мне, у меня тут огонь, что вы там бестел своим желаниями с этими людишками там шляетесь, вообще время столько тратите, давайте делать опыты с ними, какие они дураки, какие они придурки, да, давайте над ними там поиздеваемся и некоторые такие поруководим ими, они такие говорят, точно, да, и вот это вот, с одной стороны это называется падение ангелов, с другой стороны, это тоже познавание, это инволюция, мы говорили, что все во благо, потому что если бы они не нырнули, у нас не было бы наших прекрасных городов, наших прекрасных тел, нашей прекрасной одежды, да, наших прекрасных войн, где мы выясняем отношения, но все равно победит добро и свет, потому что мы знаем, когда мы заходим, я открываю дверь в свою квартиру, там темно, я включаю одну лампочку и становится светло, поэтому, по сути, это очень просто, ребят, у себя внутри, сказать, эго-пляскам, антихристам, люциферианам, ребят, вы есть, я благодарю вас за ваш труд, но, так, сидите, когда надо будет, я вас позову, я когда собирала энергию своего рода, у меня в роду были люди очень низкие, темные, но я взяла у них силу, потому что я выбираю, что брать, темное или светлое, доброе или злое, поэтому свой проект и назвала сам себе дирижок, и вот они восстали, ангелы против Иеговы, и сейчас они изгнаны на планету Марс, но Люцифер еще до последнего был здесь, потому что у нас тысячи лет была темная эпоха, мы должны были получить это опыт, эти зверства, когда людей сажали и на колы, головы отрубали, гильотины, демократические французы, да, и у нас секли там этими до смерти, и четверование было, вот она овновская эпоха, и многие это еще долго выбирали, еще вот по сей день выбирают, помните, я вам говорила, что мы в тамбуре что-то загулялись, вот, и соответственно Венера, как миша октава урана, дает выражение в виде размножения и роста, сейчас последнее слово, я уже начинаю волноваться, у меня сейчас неоплатный уже зум, и вдруг это выключится, короче, вот смотрите, изменение тока творческой энергии, как это было уже сказано, прекратилось существование человеческого существа как гемафродита, то есть когда нам дали не только разум, но и созидательные знания, как это творить, как это созидать, почему эго-люди на первой ступени, мы-люди на второй ступени, созидательные на третьей, ученики учителей на четвертой, учителя на пятой, ну естественно человечество, цивилизация, не учитель математики, вот у нас видите дефицит слов, у нас и мастер учитель, да, и учитель труда, все имеют одно название, учитель труда учится созидать, кстати, говорят, что труд скоро вернется, очень классно, мы учились готовить там трусы или ночнушки, поэтому сын космический Христос, когда пришел, он сфокусировал луч жизненного духа на уране, жизненный дух, кто нам дал солнце, управляющий гипофизом, то есть уран у нас управляет гипофизом, а гипофизом управляем мы, люди, закон свободы выбора, хотите, развивайте его, хотите, надглатом чахнете, убиваете свои нервные клетки алкоголем, злостью, раковыми и все такое, который передает его в жизненное тело, где Венера, мы уже сказали, это низшая октава урана, дает ему выражение в виде размножения и роста, опять же, хотим, питаемся нормально, ходим, толстые, почему люди многие толстые, потому что травма детства или травмы голода из данного воплощения или из предыдущих, это все наш багаж, вот тут вообще такое написано, блин, я должна обязательно это прочитать, так, ладно, между божественным духом и жизненным духом с одной стороны их составляющими физическим и жизненным телами с другой стоит человеческий дух, который управляется солнцем, жизнь управляется солнцем и его составная часть тела желаний управляемое меньшим светилом луной, тело желаний является спорной территорией, ребят, по сей день, да, но, опять же, ты человек выбираешь, эту спорную территорию кого запустить, Юпитерян, Уран, Нептун стремится туда или секс, алкоголь, драки, война, марсиане там с Люцифером, уху, да, гуляют, спорная территория, обалденная фраза, за контроль над которой борются, с одной стороны, Юпитер, мы говорили, это добро, и Меркурий, разум, и рассудок, когда люди теряют разум, вот наши братья с Украины на сегодняшний день, и рассудок, что они выбрали? Люцифера, Марс, война, с одной стороны, и Сатурн с Марсом, с другой, то есть, добро, разум, рассудок, интеллект, через Любовь, и Сатурн с Марсом с другой. Марс движется, горится, уничтожает, Сатурн пинка еще дает, чтобы быстрее уничтожили все, что не нужно. Поэтому сейчас на планете Земля много войн, наша зима, она будет самая активная. На следующих занятиях мы будем говорить о том, как бороться со своим страхом, как его убрать. Я очень раньше боялась лошади, боялась летать, много чего боялась, боялась бедности, хотя на мне пять планет во втором доме. мы часто боимся того, что нам даже не свойственно и нам не надо. Но, как сказала одна беженка из Харькова, она мне написала, Оля, все мои страхи воплотились в жизнь. Так как человек-антенна, созидатель своего настоящего и будущего, что мы думаем, то мы и получаем. Вселенная только говорит, ой, сегодня не высплюсь, не выспится. Ой, поругаюсь, поругается. Ой, у меня не будет денег, не будет. И вот еще, что нас ждет, так и на физическом плане. Вот. Сейчас. Хочу все вам успеть сказать. Сейчас, значит, луч урана постепенно осваивает второй спинномозговой канал, вытягивая луч любви Венеры вверх. Сердце нам надо всем открывать. И трансмутируя его в альтруизм. Запомните это слово альтруизм. Безусловная любовь. Мы должны любить не потому, что наш сын, не потому, что красивая грудь у кого-то, а потому, что он человек. Намасте. Моя душа приветствует твою душу. Моя душа любит твою душу. Как полюбить врага своего вместо того, что как китайцы ждут, когда труп его проплывет? Нет. Через все эти препятствия. Я вам все расскажу. Я все это уже попробовала. У меня было, как закалялась сталь. И отвоевывает контроль над симпатической частью нынешнего спинного мозга и левым полушарием мозга, управляемой сейчас страстной иерархией Марса, страсти-мордости, духами Люцифера. Эта работа уже полностью исполнена адептами, которым уже нет необходимости например, познавать свои истории мужское женское, мужское, он и она. Когда человек понял, что такое любовь, что такое единство, тогда у него уже будет единство в духе, единство в сердце. И я благодарю вас за внимание и выключаюсь. Субтитры создавал DimaTorzok